2 августа 1964 года в ответ на атаку вьетнамскими катерами эсминца ВМС США Мэддокс президент Джонсон приказал нанести воздушные удары по северному Вьетнаму. Америка оказалась втянута в войну. Именно тогда состоялся заочный поединок между великими самоучками-конструкторами Михаилом Калашниковым и создателем американской винтовки М-16 Юджином Стоунером. 20 января 1968 года. Пентагон начальнику штаба сухопутных войск армии США. Совершенно секретно. Винтовка М-16 по-прежнему недостаточно надежна. Более 30% потерь живой силы происходит из-за отказа нашего штатного стрелкового оружия. Начальник специального отдела Министерства обороны США. У вьетнамских коммунистов, воевавших с автоматами Калашникова, таких проблем не было. Адаптированный к самым суровым условиям, автомат выдерживал и тропическую влажность, и попадание болотной грязи, и наспех обученных стрелков. И у нас девисть тогда была, что трофейные на вооружении. И если появились какие-то АК, ну, АК, или с складным, да, прикладным, то все, почти все партизаны попросили своего командира, чтобы дали ему, именно ему этот АК, а не другие трофейные. Впрочем, у американской автоматической винтовки были свои преимущества. Малокалиберное поле 5,56 мм имело большую начальную скорость, что обеспечивало лучшую кучность автоматического огня. Уменьшение массы патрона давало возможность существенно увеличить носимый запас боекомплекта. В начале 70-х в СССР тоже разработали автоматный патрон калибра 5,45. Я был против. Я написал несколько писем, что нельзя отказываться от 7,62. Он не черпал свои живущиеся. Но тут мне начали, значит, приписывать, что вот я держусь за все старое и так дальше. Свою позицию Михаил Тимофеевич обосновывал тем, что малокалиберное поле имеет низкую пробивную силу. А пулю АКМ не остановит даже легкая броня. И все же конструктор не мог стоять в стороне и принял участие в конкурсе по созданию нового оружия. В финал вышло оружие Калашникова и Константинова. Автомат конструктора Константинова, который испытывался в 1973 году. Недостаток его – большое усилие, которое солдат должен применять при перезаряжении этого оружия. Усилие больше 5 килограммов. Эксперты отдали предпочтение конструкции ижевского мастера. Постановлением ЦК КПСС и правительства от 18 марта 1974 года АК-74 был принят на вооружение. Всего через 5 лет ему предстоит подтвердить свои высокие характеристики. 5 июля 1984 года. Афганистан. 23 бойца отряда каскад спецназа КГБ СССР попали в засаду, устроенную элитным подразделением моджахедов «Черный Аист» во главе с Уссамой Бен Ладен. У моджахедов были устаревшие автоматы Калашникова египетского производства. У спецназовцев новые АК-74. Потери каскада после жестокого ночного боя. Двое убитых, 17 ранены. Потери моджахедов – 372 боевика. В Афганистане автоматы Калашников вновь подтвердили свою фантастическую надежность. Просто видел, как бойцы быстро отстегают рожок, передернул затвор, снова поставил рожок, продул, вытряс из него пыль, эти камни какие-то, которые сыпятся в боевой обстановке, когда люди на земле, в окопе. Снова поставил, передернул, уже загнал снова патрон и снова ведет огонь. В середине 80-х в мире насчитывалось уже более 100 миллионов образцов автомата Калашникова. Они состояли на вооружении почти 60 стран. Ставшую талоном конструкции автомата изучали во всех военных академиях мира. Однако о самом Калашникове почти ничего не было известно. Но однажды в почтовом ящике конструктор обнаружил письмо известного американского историка стрелкового оружия Эдварда Клинтона Изола с необычным адресом. СССР Михаилу Тимофеевичу Калашникову. С доктором Изовом Клинтоном я познакомился и мы стали хорошими друзьями. Значит, он написал книгу «Когда еще у нас ничего не было? История развития АК-47». Вскоре в западных журналах появились статьи о сержанте из Ижевска, вооружившем весь мир. Советское руководство спохватилось. Выдающийся оружейник и всего лишь старший сержант. После зарубежных публикаций на конструктора в прямом смысле обрушился звездный дождь. Снявшему военную форму более двух десятилетий назад Калашникову срочно было присвоено звание лейтенанта. А буквально через несколько часов он был уже старшим лейтенантом. А еще через два дня его вызвал к себе министр обороны СССР Дмитрий Устинов. Он очень ругался по поводу утечки информации и называл при этом конструктора почему-то майором. Когда завеса секретности спала, стало известно, что конструктор разрабатывал не только знаменитые автоматы и пулеметы. Страстный охотник, он создал множество охотничьих карабинов и дробовиков. Впрочем, некоторые его изобретения и вовсе не имели отношения к оружию. Прикосил он меня на дачу. Идем, значит, это был в январе месяц, так холодно. Он говорит, сейчас я покажу очередное изобретение. Думаю, может автомат или оружие что-то какое там придумалось, а на даче нет. Подходит, значит, большой такой закрытый ящик, красиво отделанный его общими руками. Говорит, слушай, это, говорит, зимовник для ежей. Михаил Тимофеевич не любит публичности и практически никому не рассказывает о своей личной жизни. Лишь недавно выяснилось, что в молодости писал стихи. Меня даже избрали в Киев на слет начинающих армейских поэтов. Я написал несколько секретарей, но они так и остались дальше. Я занялся этим делом и уже было не для лирики. Автомат Калашникова стал не только самым массовым оружием за всю историю, но и символом свободы и даже явлением культуры. Сегодня в Африке родители дают своим сыновьям имя Калаш в надежде, что они унаследуют фантастическую выносливость русского оружия. Автомат Калашникова является эталоном по надежности работы. Это признано во всем мире. В год своего 85-летия Михаил Тимофеевич написал послание будущим конструкторам. Его заложили в капсулу здания музейного комплекса Калашникова в Ижевске. Вскрыть ее предполагается в 2047 году, когда будет отмечаться столетие создания АПК-47. Я и сейчас говорю, совершенствованию нет предела. Поэтому, кто сделает лучше, я первый пожму руку. Это и правильно, потому что конструктор видит не только свое, он видеть должен и что делают другие. 3 ноября 2004 года за большой личный вклад в разработку новых видов оружия и укрепление обороноспособности России президент Владимир Путин наградил генерал-лейтенанта Михаила Калашникова орденом за военные заслуги. 10 ноября изобретателю от Бога, создателю самого популярного в мире автомата Михаилу Калашникову исполнилось 85 лет. Он оказал огромное влияние на развитие всего стрелкового автоматического оружия, изменив облик мира. По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет конкуренции автомату АК по-прежнему не будет. И если бы Нобелевские премии вручались оружейным мастерам, то первым в этой номинации, несомненно, стал бы русский конструктор Михаил Калашников.